обязательное предложение о выкупе ценных бумаг в 2022 году. Коллеги, меня зовут Сергей Урескул и сегодня мы поговорим о такой проблеме, как выкуп ценных бумаг в рамках публичной оферты, которая называется обязательное предложение. Почему проблема направления обязательного предложения остается актуальной даже в 2022 году? Ответ очень прост. К сожалению, многие и долгие годы коллеги продолжают путать и считают, что обязанность направлять обязательное предложение распространяется только на публичные акционерные компании, потому что так написано в федеральном законе об акционерных обществах. Но, к сожалению, коллеги заблуждаются, они забывают о требованиях 210 и 99 федеральных законов, в которых черным по белому написано, что обязанность направлять обязательное предложение делать публичную оферту распространяется на все юридические лица, на все акционерные общества, которые являлись открытыми акционерными обществами на 1 сентября 2014 года. Коллеги, даже если вы были ОАО, даже если вы привели свой статус к непубличному акционерному обществу, не путайте, пожалуйста, не заблуждайтесь, на вас распространяется обязанность по направлению обязательного предложения. Если у вас, коллеги, возникают вопросы, связанные с тем, как избежать обязательного предложения, как минимизировать издержки в рамках обязательного предложения или, например, что делать, если центральный банк уже подловил вас на нарушение и прислал предписание об устранении обязательного предложения, а также вы хотите узнать о последствиях, когда и в каких случаях вы можете быть оштрафованы, а обязательное предложение в отдельных случаях может повлечь даже уголовную ответственность, потому что вы можете внести недостоверные сведения о кворуме ваш протокол. Так вот, если у вас возникает любой коллеги из этих вопросов, вы можете оставить заявку на консультацию по ссылке под данным видео. Я надеюсь, что вам было полезно узнать о том, что такое обязательное предложение и почему оно актуально в 2022 году. Спасибо!